Есть люди, не публичные, но чрезвычайно важные для общества. Одним из таких был Хамзат Идрисович Беков. Его имя, оно вошло в историю ингушского народа, и мы были свидетелями этой истории десятки лет. В Грозно, когда там живого места не было, он выезжал и людей вывозил, и заложников вывозил, и беженцев вывозил. Мы все это делали, и вместе делали это все. Он оказывался там, где всего своих функциональных обязанностей не должен был быть. Он абсолютно смелый человек был не в плане того, что там, как говорят, безбашенно. Смелый как раз человек, он и не показывает ничего, он не говорит об этом. Вот вы сейчас сказали, вы так от людей это услышали, сейчас от меня услышите. Он никогда про это не говорил. Он не выпячивал, он не говорил, что я там герой, все, например. Не он, не я, но это наше поколение. Например, я 29 детей вылез и спас там, но я никогда про это не говорил. Точно так же, он огромное количество, десятками вывозил детей, и женщин, и стариков. И оказывался там, где он уговаривал военных поехать. Те говорят, ну мы не можем, у нас приказа нет. Он как-то договаривался, вывозил людей. Это все было на глазах. Если кто-то думает, что вот само по себе там сегодня все спокойно, красиво, там, да, как бы дошкольные, школьные учреждения заработали, что там дороги стали, что стабильная обстановка там в этом регионе, там, в Чечне. Это как раз вот такие люди, именно вот такие люди, как Хамзат, а их много не бывает. Их на пальцах одной руки можно сочетать. Их именно вот благодаря вот таким людям. Это сейчас много героев появилось-то, готовы порулить там. А он, Хамзат, нет, он совершал подвиги, не говоря о них. Он, вот, это была повседневная жизнь. Вы знаете, вот вся история, история человечества, это история личности. Они определяют и народ, они определяют государство. И вот Хамзат Идрисович Беков, это человек, который вызывает и вызывал, и будет впредь вызывать огромное глубокое уважение и почитание в ингушском народе. Не только у ингушского народа, но и у народов России, которых он очень, народы, которых он очень любил. Его имя, оно вошло в историю ингушского народа. И мы были свидетелями этой истории, вот, десятки лет. Вот, честно говоря, мне не хочется говорить о Хамзате в прошедшем времени, потому что он, это судьба ингушского народа. Он рассматривал судьбу ингушского народа как собственную судьбу. Так оно и было в его повседневной жизни. Он очень много помог молодежи, ребятам с республики Ингушетия. Это отдельно, я хочу сказать, ну, и из других регионов. И он их сопровождал. То есть интересовался, как они учатся. И очень много ребят сегодня, которые благодаря ему стали и сегодня офицерами, и в системе МЧС работают. И просто вышли вот в такую хорошую человеческую жизнь. И они по-человечески очень благодарны Хамзату. Вот такая личность Хамзата. Они похожи и внешне, они и похожи в поступках и в делах. Они достойные продолжатели дела своего великого, очень достойного отца. У меня нет ни малейшего сомнения. Я имею на это право говорить. И, во-первых, как и их старший, как и друг, и родственник отца их него. Ну и как человек, который был всенародноизмом. Мне кажется, я уверен даже, что я в людях разбираюсь, особенно в молодежи. Я просто уверен, что эти ребята еще очень много послужат и народу своему, и республике, и России. Потому что это вот достойнейшая семья. Они никогда не забудут, что они из такого древнего, из красивого ингушского рода. Что они дети своих родителей. У них очень прекрасная семья. Очень душевная, очень хорошая мама. Очень хлебосольная семья. И я думаю, что эти ребята еще очень много сделают для нашего народа. Я это говорю с полной уверенностью.